9 часов 12 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Здесь в этой студии будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и у нас в Беларуси за ее пределами. Напомню, на нашем сайте sb.by на главной странице нашего сетевого издания есть ссылка для видеотрансляции. Идет стрим. Обязательно переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. Ну и, конечно же, напоминаю, что слушать нас можно и онлайн на сайте alfaradio.by. Ну и готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Кришевич. Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, друзья. Ну что ж, на старте эфира поговорим о теме, которая действительно в информационном поле обсуждается очень-очень активно, к сожалению. Потому что в любом случае, скажем так, хотелось бы говорить о спорте, а говорим в основном пока о скандалах. Потому что по большому-то счету, действительно, то, что происходит на Олимпиаде во Франции, как-то вот, знаете, то, что обсуждается, обсуждается меньше всего спорта. Обсуждается активнее те события, которые произошли. Это, конечно же, и бурная реакция общественности на художественную беспомощность шоу. Уже неодобрительно многие высказались об этом. Крупные компании начинают расторгать смог рекламные контракты. Понятное дело, что отметились инклюзивностью, толерантностью авторов шоу по отношению к ЛГБТ-сообществу. Опять же, есть и оплошности парижских властей, то есть там пропадает свет и так далее, и то подобное. Но в целом, скажите, почему действительно в данном этапе вот на такой важной церемонии, как церемония открытия, ну, вот должным образом не уделено было внимания, чтобы действительно никого не обидеть, да, соблюсти все-таки все права, соблюсти какие-то рамки, каноны, к которым привыкли спортсмены, и не только спортсмены, а те, кто смотрит за Олимпиадой. Ну, мы, к сожалению, с вами уже сегодня констатируем факт, что спорт, он стал неотъемлемой частью политики. А если посмотреть на конкретно данный случай, на Олимпиаду, которая, значит, проходит сейчас во Франции, то готовилась-то она к какому событию политическому в этой стране? К выборам, к парламентским выборам. Но эти выборы состоялись, как мы с вами знаем, досрочно, по определенным причинам, которые мы, кстати, тоже здесь в этой студии обсуждали. И поэтому, скажем, не получилось заработать каких-то политических очков. А какие очки хотели заработать те, кто, так скажем, планировал использовать эту Олимпиаду, это событие спортивное в своих политических целях? Ну, мы с вами видим идеологию этого мероприятия, в частности, я имею в виду открытие Олимпиады, она полностью или по большей части погружена в такую тему, как пропаганда и поддержка ЛГБТ-движений всевозможных, разных, в разных, так скажем, ракурсах, нюансах, деталях и так далее. Это о чем говорит? Это говорит о том, что, значит, организаторы, политические организаторы данного открытия, они ориентировались на эту группу населения. А мы с вами знаем, что в Европе это, значит, до 10%, даже от 10%, ну, в среднем 10-12% населения, это касается в том числе и Франции, значит, подвержены вот данной идеологии и являются сторонниками, не знаю, почитателями этого движения. Да, разделяяя, не то, что разделяяя, сами являются частью этих ценностей. Если, ну, так, для сравнения, в нормальном обществе, значит, психологические, физиологические отклонения такого рода составляют 1-2%, то вот в Европе это более 10%, значит, а как получилось, что более 10%? С помощью, опять же, пропаганды активной, образовательных соответствующих программ, постоянного культурирования в обществе. А теперь, когда результат достигнут, такой тоже достаточно серьезный 10%, да, то с этими 10% надо работать, потому что это в том числе тоже, конечно же, электора, тоже избиратели. И вот на них был рассчитан вот данного рода контент. Но так как выборы состоялись досрочно во Франции, то, по сути дела, мы наблюдали просто с вами фриков и вот это вот кощунство, издевательство над верующими, издевательство над просто обычными человеческими ценностями, да, то, что действительно ничего не имеет общего с нормальным развитием человека, с нормальным традиционным развитием любого общества. И посмотрите, как-то, скажем, с одной стороны, нюансы деталей, конечно, есть, мы тоже с ними, их обсудим в плане того, какие последствия для нас, вот этих всех ограничений и так далее. Но мы себя оградили от вот этого суррогата, который, так скажем, и на нас планировалось транслировать, и у нас сделать так, чтобы 10% и более нашего населения исповедовало, если это можно так выразиться, вот эти вот ЛГБТ-ценности, да, и сами становились люди наши сторонниками и участниками этих процессов. А это, по сути дела, поражение общества и начало, и вот, скажем, уничтожение, перерождение, если хотите. Поэтому вот вам конкретный пример, к чему нужно стремиться. Это наш спорт, те площадки, которые сегодня формируются, альтернативные площадки, которые мы, в том числе, тоже, да, вынуждены были активно занять позицию здесь вместе с нашими союзниками, с другими странами и заниматься их организацией. И вот, пожалуйста, во что превращаются сегодня некогда традиционные спортивные форумы, всеми уважаемые. Я уверен, что, конечно же, его организаторы и, это, скажем, прародители, прадедушки, прабабушки олимпийского движения никогда не думали, что вот их детище, да, может превратиться в подобного рода позорище, которое будет дискредитировать спорт, в принципе, как таковой. Но мы же видим, как это отражается и на самом спорте, вот подобного рода открытие. Сколько у нас сегодня спортсменов, которые непонятно какого пола, как они там выступают, чем они занимаются, значит, на каких они таблетках и какими, скажем, другими методами медицинскими, не только вмешательства пользуются для того, чтобы, так скажем, вот принять участие, там, победить или не победить, или просто поучаствовать. Где спорт, где основная идея? Идея пропадает. И, конечно, на этом фоне мы должны думать о будущем, чем будут заниматься, каким спортом будут заниматься наши дети, наши внуки, за кого они будут болеть и что они будут наблюдать, в том числе, с экранов телевизоров. Вот это очень важно. Тут важно, конечно, в первую очередь посмотреть и контролировать наше будущее, спортивное будущее нашей страны. Ну, а здесь по этой части нужно делать выводы. Кстати, действительно, вот то, что происходит, политические скандалы, вы тоже вот правильную тему затронули, конечно же, обесценивает вообще значимость и самой Олимпиады, потому что, опять же, и ценность победы в такой Олимпиаде, конечно же, уменьшается. Но, тем не менее, вот скажите, что должны делать организации, такие как Шосс и Брикс, потому что мы видим, что на данном этапе, ну, наверное, на этих организациях, на эти организации и надежда, да, то есть выстраивать какие-то уже другие параллельные спортивные процессы, которые будут все-таки привержены тем основам, которые, кстати, в свое время и заложил какой-то французский же деятель, да, Пьер де Кубертен, потому что это действительно французский гиги спорта, который создал современные Олимпийские игры. Но я думаю, что вот то, что происходит сейчас во Франции, для него это было бы катастрофой. Так вот, Шосс и Брикс, что должны делать на данном этапе? Ну, они уже делают. Мы видим с вами, что, да, достаточно, так скажем, тяжело, но эти инициативы спортивные проходят сегодня. И, конечно, мы должны создавать альтернативные площадки. Это в определенной степени, конечно же, ломка вот этого всего спортивного сообщества, ломка в плане того, что нужно перестроиться, завоевать авторитет этим новым площадкам. В определенной степени те спортсмены, которые сегодня, сегодня действующие наши спортсмены, спортсмены высоких достижений, они, конечно, в определенной части на них огромная ответственность в том, что именно на их плечи ляжет вот это вот подъем альтернативного, точнее, создание альтернативного, значит, есть, так можно выразиться, олимпийского движения мирового, да, конечно, и в том числе последствия тоже негативно на них тоже скажутся в этом плане того, что это все-таки начало каких-то, может быть, не будет еще таких массовых, так скажем, спортивных, такого, такой массовости, как это было ранее, да, когда и мы принимали участие спокойно, нормально, без всяких, скажем, политизаций в олимпийских играх, но это задел, еще раз повторю, на будущее. Время, как говорится, выбрало нас, поэтому нам сегодня необходимо действовать, в том числе по этому вопросу, и огромная здесь миссия надо поддержать наших спортсменов, я знаю тоже, общаясь с ними, они, значит, категорически в большинстве своем поддерживают создание новых альтернативных площадок, где на них не будут смотреть там по каким-то политическим нюансам, деталям, или просто убирать конкурентов, как мы тоже с вами это видели, с помощью подстав всевозможных, которые тоже свойственны, большому сожалению, стали олимпийскому движению. Поэтому происходит большая мировая геополитическая трансформация, она касается и гуманитарной сферы, и спорта, и науки, и культуры, я уже не говорю, мы тут еще раз-то обсуждали и про политику, про экономику, про другие вопросы. Новая формируется, это, скажем, значит, новые точки опоры по всем этим сферам. Ну, как историк, можно, могу сказать, что, ну, ничего не бывает вечным, ничего не бывает вечным. Ну и, к сожалению, или к счастью, не знаю, здесь так устроена история, что, да, было олимпийское движение, но сегодня, мы видим, умирает, надо констатировать факт. Она умирает, потому что она в таком виде она существовать не может. Так же, как и умирает старая геополитическая система, старая геополитическая картина мира, однополярная, которую строила Америка после распада Советского Союза, она тоже умирает. И много еще чего тоже умирает сегодня на наших глазах, перерождается в новое. Но так устроен мир, ничего не может быть вечным. Вы мне не назовете вот то, что создано руками человека, что что-то из этого стало, скажем, вечным, и оно, скажем, до сегодняшнего дня живет и влияет на судьбы людей. Все рождается и умирает. То же самое это касается, и вот конкретно мы с вами обсуждаем сегодня Олимпийские игры, касается и этой темы. Старое олимпийское движение, мы видим его, если не начало, точнее, если не середину, то начало его заката. Ну и на этом фоне рождения нового спорта. Каким он будет, какова будет его идеология, как оно будет называться, олимпийское, не олимпийское. Я думаю, что мы это с вами, с вами, вот лично конкретно с вами, еще увидим, успеем увидеть. Ну а наши дети и внуки будут, я уверен, заниматься здоровым спортом, тем спортом, которым мы с вами привыкли еще советского периода времени. Нигри Брикс уже в Казани состоялись. Это уже такой хороший шаг, и действительно мы видим, что этот процесс идет. Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Еще одна тема, которая сейчас активно обсуждается в информационном поле, конечно же, то, что происходит в электоральной кампании в США. На данном этапе мы видим, что действительно очень много предположений, очень много на данном этапе, скажем так, каких-то попыток перетянуть дело на себя. Что происходит, на ваш взгляд? И вот как вы считаете, все-таки победа Трампа решена? Вот это решенный вопрос. Или же все-таки не зря появилась, скажем так, на данном этапе очередная фигура, которая попытается побороться с Трампом за президентское кресло? Ну, что здесь нужно сказать? Что действительно, если так посмотреть на ту информацию, которую мы имеем, черпая ее из информационного поля, то, конечно, шансы Трампа, они достаточно велики. Но мы с вами тоже прекрасно понимаем, как работает американская политическая система, как американская избирательная политическая система действует, какие могут быть, скажем, там хитросплетения, к чему они могут приводить. Значит, сегодня, да, если посмотреть на опросы общественного мнения, на информационный фон, то даже, так скажем, традиционно колеблющиеся штаты Соединенных Штатов, они поддерживают Трампа. Но... Но и Харрис не сдается. Совершенно верно. На что делают упор сегодня демократы? Значит, мы с вами знаем прекрасно, что, значит, в Соединенных Штатах избирательная система построена таким образом, что человек, даже не являющийся гражданином в некоторых штатах, там, в каждом штате свои нюансы. Но в некоторых штатах таких штатов достаточно. Значит, где человек не является гражданином Соединенных Штатов, но он проживает на территории этого штата, оплачивает коммунальные, скажем, счета. И вот по платежке за коммунальные счета он может прийти и проголосовать сегодня. А это кто? А это сегодня в основном мигранты. Как относится к мигрантам, значит, программа, президентская программа и в целом Трамп, как относится к мигрантам и что предлагают для них, так скажем, те же демократы, да? Поэтому, конечно, сегодня демократы делают упор ставку на, свою ставку на мигрантов для того, чтобы их, так скажем, ну, образно говоря, заставить прийти на участки, проголосовать. И то, естественно, это не решит вопроса. Мы с вами прекрасно помним прошлое президентские американские выборы, значит, какие там процессы развивались. Мы опять же понимаем, что в Америке выборы не прямые. И от простого человека мало что зависит. Есть выборщики, их, по-моему, 561 человек, которые, скажем, в конечном итоге определяют итоги, значит, этих выборов. Что это за выборщики? Какими они руководствуются, так скажем, правилами, нормами и посылами в процессе своего, скажем, вот этого финального голоса, финального голосования избрания президента? Мы тут можем с вами только догадываться. Поэтому, конечно, предугадывать и ориентироваться на какие-то опросы общественного мнения, социологические исследования и наши личные, скажем, на видении ситуации в контексте выборов в Соединенных Штатах Америки, это, ну, просто, как говорится, себя не уезжать, потому что это невозможно, это нереально. Выборы-то могут закончиться чем угодно. Но если бы выборы, вот, на мой взгляд, проходили бы в Соединенных Штатах честно и справедливо, то, конечно, бы победу одержал Трамп. Потому что, значит, того кандидата, которого сегодня выставили демократы, вице-президента Соединенных Штатов Америки, значит, Камилу Аррис, она даже на фоне Байда, который, скажем, еле двигался, ну, выглядела достаточно тускло. В основном ей что поручалось? Ей как раз-таки так и поручалось президентам Соединенных Штатов Америки, ныне действующим, да, заниматься вопросами миграции. Значит, то мы видим, в каком контексте эти вопросы в Соединенных Штатах решались. Поэтому, если отодвинуть все вот эти детали и нюансы и традиции американской избирательной системы, то, конечно, победа за Трампом. Но для нас с вами что сегодня очень важно? Да, вот изменится ли как бы? Вот мы действительно обсуждаем и понятно, что весь мир следит за теми событиями, которые происходят в Соединенных Штатах Америки. Ждать ли изменения риторики в случае победы одного либо другого кандидата, либо просто методы поменяются? Конечно, что касается нашей страны, то в Соединенных Штатах мы понимаем, есть достаточно серьезная структура, система, в том числе и выстраивание их международной политики, которая фактически-то особо и не зависит от того, кто будет президентом. Как были специально, скажем, представители, докладчики, кураторы, если хотите, как угодно их можно назвать по Беларуси, так они останутся, они также продолжат предлагать свои варианты решения, к примеру, по нашему региону в целом и по Беларуси в частности. Значит, тут что можно сказать? Чем больше там раздрай у них внутриполитический, тем больше, так скажем, у них там склоки всевозможных вот таких разбирательств, тем для нас хорошо. Почему? Потому что это оттягивает их влияние, их внимание, их политиков, в том числе их экспертов, которые предлагают варианты по нашему региону и по Беларуси в частности. Значит, оттягивает их внимание на решение внутриполитических своих проблем. И таким образом мы можем здесь спокойно заниматься своими вопросами. Какая концепция американцев в отношении Беларуси, в отношении нас, каждого из нас, жителя нашей страны, каждого белоруса? Мы с вами прекрасно знаем, она не поменяется. Мы в их глазах, значит, всего лишь мясо, которое должно противостоять России, если хотите. И, ну, может быть, жестковато, но так оно и есть. Точно такая же роль нам отведена американскими стратегами и спецслужбами, как и политиками, какую сегодня выполняют, к большому сожалению, украинцы, украинское общество. Им ничего не нужно. Если бы у нас был нефть или газ, возможно, что на нас бы посмотрели с другой страны. Но, опять же, итог для каждого жителя был бы одинаков. Потому что какая разница, от чего тебя убьют? От того, что у тебя нефтегаз, его нужно завоевать и красть, как сегодня они это делают в Ираке, в Ливии и в других государствах. Или потому что тебя надо просить в пекло борьбы, к примеру, с Россией. Потому что твоя территория выгодна именно для этого. Какая разница сегодня, от чего умрешь ты, от чего умрут твои дети, родственники, знакомые, просто вот жители нашей страны? Никакой. Поэтому в глазах американцев мы всего лишь, я имею в виду их политического эстеблишни. Это мы всего лишь мясо, задача которого давить на Россию. Потому что Россия, это их на сегодняшний день ближайший политический, военно-политический, стратегический конкурент, который не дает им спокойно грабить, как они это привыкли с 91-го года, начиная, многие страны мира. Вот поэтому, конечно, для нас выгоднее всего, чтобы они дальше занимались своими внутриполитическими разборками. А мы видим, они все жестче и, так скажем, обостряются, да. И это приводит к такой чехарде. И это в том числе отражается и на союзниках, на поведении союзников Соединенных Штатов Америки. Я думаю, мы сегодня еще с вами эти вопросы тоже обсудим. Ну что ж, спасибо огромное. Преремся буквально на несколько минут в нашем эфире, в эфире Альфа-Радио. Короткий выпуск новостей и прогноз погоды. А дальше снова вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами. 9 часов 35 минут в Беларуси. Это только шоу-будни. Продолжаем здесь в этой студии обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и у нас в стране, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by на главной странице нашего сетевого издания есть ссылочка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио на протяжении этого часа. В гостях у нас сегодня Сергей Клишеевич. Сергей, вот еще одна тема начинает горячо обсуждаться в информационном поле. Это событие в Венесуэле на данном этапе. Мы видим, что сейчас оппозиция в этой стране уже называет своего якобы победителя на выборах президента на данном этапе. Говорят, что не признают победу действующего главы государства на очередных президентских выборах. Ну вот что-то знакомое уже как бы звучат опять же тезисы, призывая чуть ли к вооруженному перевороту. Что происходит? Опять попытка, скажем так, дестабилизировать ситуацию в стране, которая, ну скажем так, достаточно активно высказывает свою позицию на геополитической арене. Ну и опять же, давайте говорить прямо, позиция идет в разрез с теми же позициями, которые проецируют Соединенные Штаты Америки. Ну, здесь все значительно проще в вопросах Венесуэлы. Венесуэла это традиционный объект особого внимания Соединенных Штатов по той простой причине, что это самое богатое нефтью государство в мире. В мире самое богатое нефтью государство. Поэтому, конечно, оно вызывает интерес Соединенных Штатов Америки, которая постоянно, еще раз момента, скажем, команданты, нахождение в власти команданты, значит, друга нашего Уга Чависа, белорусского народа, пытались, так скажем, захватить эту страну с определенной конкретной целью личного обогащения, я имею в виду тех политических кругов, которые планировали это. И сегодня они тоже, естественно, не упускают такой возможности напрямую ввести войска. Они не могут туда, как они это сделали, скажем, в Ираке, обманув попросту весь мир, вот тряся этой пробиркой. Мы с вами прекрасно помним эту историю на площадке ООН. Один раз они уже такой шанс обмануть весь мир, просто развести все мировое сообщество. Они уже его использовали. Поэтому им приходится сейчас действовать по своему тоже старому проверенному методу с помощью попыток стилетных революций всевозможных и вмешательства внутренних дел суверенных государств, где у них есть соответствующий интерес. Поэтому, конечно, ничего необычного, ничего, скажем, такого, чего мы не ожидали и не ждали сейчас после этих политических выборов от западного американского, проамериканского, значит, вот этой группировки, да, происходить не может, кроме как вот опять обвинить обвинение в нечестности, несправедливости. Вы услышите, Калька, да? Совершенно верно, да. Но я уверен, что венесуэльцы, венесуэльские мудры, значит, умный народ, они тоже сделали выводы из последней своей политической, вот последнего этапа своей политической истории. Такой деятель, как Гуайдо, это сегодня уже имя нарицательное стало в мире, в том числе, и мы его иногда бы где-то в своих, скажем, политическом анализе используем, да. Они, конечно, сделали из вот той своей истории выводы, и, конечно, я уверен, эффективно будет противостоять попыткам вмешиваться в суверенное, в дела своего суверенного и независимого государства. Венесуэльцы действительно хотят, чтобы их богатство, которое им, скажем, подарил Бог, чтобы они работали на этот, на собственный народ, на Венесуэлу. А что делают американцы? Американцы их обложили санкциями со всех сторон, чтобы они не могли воспользоваться этими самыми богатствами, чтобы они не могли продавать свою нефть и другие природные ископаемые, которые там есть. Санкции, ну, по сути дела, были наложены по кальке, такие же, как и на Кубу. И вот парадокс ситуации, это вот про демократию, про уважение, значит, свободы и всего остального, чем они любят учить весь мир. Один из конкретных случаев мы разбирали с нашим послом, который здесь находится, я имею в виду послу Венесуэлы в Беларуси, товарищу Мараки, значит, лишили права голоса фактически Венесуэлу в ООН. Каким образом? Ввели санкции, запретили пользоваться в целом и какие-либо перечисления делать в валюте, в долларах Соединенных Штатов, да? В итоге Венесуэла не смогла безналичным путем оплатить взнос, так скажем, в организацию объединенных наций, которые платят все члены этого, этой международной структуры наличными, говорит, мы не принимаем, мы не будем брать. В итоге Венесуэлу лишили голоса, она не могла голосовать по целому ряду вопросов, в том числе касательно тем инициированных, и против которых выступал Венесуэлл, инициированных Соединенных Штатов Америки по специальной военной операции, по другим международным важным вопросам. Вот тебе, пожалуйста, демократия. То есть вы не хотите, чтобы ваша нефть работала на американских, на американский эстеблишмент, да? На американских политиков, на американских, если можно сказать, бандитов, да, современных, которые вот так вот грабят весь мир, тогда мы вам запретим в целом ею пользоваться, чтобы вы получали хоть от нее какую-либо прибыль для своего народа, для того, чтобы людей кормить. Вот. Поэтому вот так ведут себя американцы в отношении этой страны, и к большому сожалению, мы понимаем с вами, пока вот эта американская империя не развалится, американская система геополитическая мировой политики, венесуэльцы будут постоянно находиться, венесуэльское государство под давлением Соединенных Штатов Америки, просто потому, что им Бог дал вот столько вот природных ископаемых. Американцы, естественно, любят, не любят платить за, значит, за чужие богатства, за чужой труд. Они любят, мы знаем прекрасно с вами, как пользоваться тем, что им понравилось. Ну, как обычные бандиты с большой дороги. Поэтому, но, слава Богу, система геополитическая трансформация происходит сегодня, она меняется, да? Мы видим многополярный мир, и в том числе на латиноамериканском континенте появляются те государства, которые резко выступают против такой американской политики. Это и Бразилия, это и Мексика, и другие страны. Поэтому есть надежда на то, что все-таки Венесуэла и их вот эти возможности природные, они в полной мере будут работать на благо народа, на то, чтобы Венесуэла действительно росла, развивалась, двигалась вперед. У нее для этого все есть. В том числе и с помощью своих союзников, которым в том числе является наша республика с вами. Ну что ж, спасибо огромное. Мы продолжаем двигаться дальше. Новая семейная реликвия, памятный знак, живая память благодарных поколений, торжественно открыт в Бресте 28 июля, в день освобождения города Бреста. С ним и все белорусская земля от немецко-фашистских захватчиков. На территории республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости на ее кобритском укреплении состоялась торжественная церемония открытия вот такого памятного знака. Еще раз вот напомню название. Живая память благодарных поколений. Действительно, очень знаковое событие, очень знаковый памятный такой момент для нашей страны, потому что, ну, вы знаете, 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и появление вот таких островков памяти. Почему это важно, Сергей? Ну, это сегодня общественная инициатива конкретного человека, Алексея Талая, мы с вами его все прекрасно знаем, его фонда. Как раз такие вот такие инициативы снизу, они, конечно же, сегодня объединяют и скрепляют наше общество, и не только общество, но и международную повестку в том числе. В частности, мы же с вами знаем, что запланировано открытие третьего памятника в Москве, значит, в мае 2025 года. В Минске, мы знаем, был первый открыт, значит, в 2022 году в Парке Победы, в преддверии Дня Победы, в преддверии 9 мая. Вот сейчас вот в Бресте, ну и впереди эта инициатива ждет столицу Российской Федерации. Поэтому эти инициативы объединяют, такие инициативы, народные инициативы, они объединяют как весь наш народ, так и готовы, в том числе, я уверен, не то, что готовы, они способствуют нашему единению и между другими народами. Я думаю, что как раз таки вот на таких инициативах и держится вот эта вот народная дипломатия, которую мы тоже сейчас с вами очень активно говорим, система, которая касается не только постсоветского пространства, не только Российской Федерации, там и других стран, с которыми мы близко общаемся и дружим, но и в том числе европейские регионы и другие государства, где достаточно много людей, понимающих реально, что происходит, и которым, скажем, нужно протянуть руку помощи, какую-то инициативу вот такую вот, для того, чтобы они спокойно, в том числе, тоже поучаствовали в этом и прикоснулись к нашему единству. Мы видим, как сегодня бесит, бесит западных политиков любая наша инициатива, направленная, будь то государственная или общественная, направленная на то, чтобы мы, скажем, дружили, общались вот здесь, на европейском регионе, европейском континенте, европейском регионе. Американская, скажем, задача американских стратегов и спецслужб все эти инициативы уничтожить. Их стандартный принцип разделяя власть, он сегодня, как никогда для них актуален, и они пытаются, и вот, скажем, применять постоянно, вот в том числе, в отношении политики, в отношении нашего государства, политики нашего государства. Значит, но, опять же, время поменялось. Во-вторых, когда речь идет о таких общественных инициативах, им невозможно противостоять. Они реализовываются и будут реализовываться и будут работать на, во-первых, сохранение, если этого мы сейчас говорим в контексте Европы, сохранение вот этого вот уголька, который в скором времени может разгореться в пламя, и мы опять будем нормально общаться, дружить по инициативе, опять же, первую очередь, людей, а не их политиков, которые многие из них, мы знаем, каким образом оказались у власти и с помощью кого сегодня управляются. Ну, а во-вторых, конечно, это позволит здесь и нам тоже внутри нашего государства, внутри нашего общества иметь постоянно вот эти вот, скажем, опоры такие общественные, которые тоже будут нам напоминать, что, друзья, давайте жить мирно, дружно, у нас есть общая задача и цели, в том числе и наши внутренние, внутри нашего государства, вокруг которых нужно объединяться, двигаться вперед. Вот сейчас такая какая цель у нас с вами. Вся страна живет... Ну, конечно же, уборка... Совершенно верно. Это уборочная кампания, уборочная кампания, поэтому вот такие инициативы, конечно, надо поддерживать и в нашей стране, они поддерживаются, в отличие от многих других государств, и таких людей тоже нужно систематически, скажем, им вот придавать вот эту вот идеологическую, если хотите, идеологическую составляющую, которая бы как раз таки развивала наши идеи, нашу идеологию, нашу национальную, скажем, саму идентичность нашей ценности, которую мы с вами разделяем в разрез того, что сегодня происходит. Мы видим с вами тоже, уже сегодня здесь обсуждали на Западе. Кстати, ну так, что касается опять же уборки урожая, Беларуси собрали 4 миллиона 800 тысяч тонн зерна с учетом РАПСа, это информация на 29 июля. Вот действительно вы правильно затронули эту тему, тема очень важная. На данном этапе вся страна вот как-то сплотилась, вся страна, в принципе, как и каждый год живет вот этой уборкой, да, этой уборочной кампанией. А почему это важно? Почему на данном этапе опять же мы и в средствах массовой информации об этом рассказываем? Почему внимательно люди следят, наши граждане за тем, что происходит? Потому что, ну, давайте говорить прямо, все равно заглядывают, все равно смотрят цифры, да, почему это важно для нашей страны сейчас. Ну, сегодня, слава тебе, Господи, у нас благодаря политике нашего президента, который системно, постоянно, с самого своего начала президентства, и до этого мы с вами знаем, чем он занимался, у него в поле его зрения находились вопросы сельского хозяйства. Потому что он понимает, что, не то что понимает, внимание президента к этому вопросу, это автоматически означает и внимание общества, потому что его внимание освещается в средствах массовой информации, определенное напряжение создается, в том числе и по линии нашей вертикали власти. И это показывает, что действительно люди, посмотрите внимательно на то, что происходит вокруг, но вот эту сферу нашей с вами социально-экономической жизни, потому что от нее зависит, будем мы вообще завтра существовать или нет. Потому что, ну, понятно, если мы останемся голодными, то нам завтра сможет любой управлять в любых целях, какие цели перед собой ставят те, кто хочет нами управлять. Мы уже тут сегодня с вами это обсуждали. Поэтому, конечно, этот вопрос обеспечения продовольствия и безопасности, он напрямую завязан на вопрос безопасности каждого из нас и будущего каждого из нас. Поэтому политика президента такая, достаточно практикоориентированная, нацелена на решение вот таких конкретных вопросов, она сегодня позволяет нам не просто выжить в этом, скажем, сложном, бурном мире, но и развиваться, двигаться вперед и помогать, в том числе, и нашим союзникам. Поэтому и люди к этому привыкли за столько лет, что действительно эти вопросы важны сегодня для каждого из них, плюс, конечно же, те, кто непосредственно своими руками прикасаются к этой теме, я имею в виду наши герои сегодняшнего дня, значит, комбайнеры наши, те, кто перевозит зерно, хлеб, те, кто на сушилках работает и все те, кто к этому сопричастен, для них это хорошая возможность заработать. Потому что, действительно, в нашем государстве за эту работу, за работу, которая влияет на обеспечение, еще раз повторю, безопасности всей страны, каждого ее жителя, хорошо платят, заработал, получил. Конечно, люди ждут этого в сельской местности, как одну из возможностей хорошо заработать себе, скажем, ну и зимой уже заниматься какими-то другими своими делами. Это тоже сегодня одна из наших традиций. И она сформирована исторически. Так было всегда на этих землях. Сегодня это поддержано, поддерживается, системно поддерживается президента. Мы знаем, что уборочная компания находится под его пристальным контролем. Опять же, это традиционно, системно, и так было всегда. Мы к этому привыкли. А к чему нас призывали еще буквально несколько десятилетий назад? Советчики, советники с Международного валютного фонда, из других организаций. Зачем, говорит, вам это все? Мы вам все поставим. У нас есть. Он на Украине, если что, закупите. Или тут возьмем он еще в каких государствах. Мы вам поможем. Занимайтесь вот, сфера услуг. Вот ваш конек, ваша экономика должна на это ложиться. Что бы мы сегодня делали? Стояли бы с протянутой рукой, значит, у Украины или там Запада, или даже у России, и просили нам продать там этого зерна, чтобы накормить народ. Вот к чему нас призывали. Вот, пожалуйста, вам все советы их, на что они направлены. Они не направлены на то, чтобы помочь. Их задача сегодня поработить тебя, значит, захватить тебя экономически, политически, с целью того, чтобы в будущем управлять тобой, говорить, что делать. Тут ракеты разместите, вот свои, разместите в Могилевской области, там на Пятачке, на Востоке. Тогда мы вам продадим зерно, будете кушать. Не разместите там ракеты, нацеленные, понятно, на кого, на какую столицу. Значит, мы тогда вам зерно не продадим, будете голодны. И вот такая манипуляция сегодня происходит со многими странами европейского континента, и не только европейского, которые попали в ловушку Соединенных Штатов Америки, которые сразу по манению их рублю, да, где-то, может, бесплатно зерна этого поставили год, два, три. А сегодня они этим манипулируют. Благодаря политике президента мы в эту ловушку не попали. Мы сегодня действительно суверенными, зависимыми. И сами определяем нашу с вами, скажем, путь развития, как внутренний, так и внешний. Такая политика президента сделала нас по-настоящему независимыми. И это, конечно, сегодня очень ценно. И вот это как раз таки в этот исторический период, в котором мы прямо сейчас с вами живем, вот это все сегодня стало очевидным для всех. Поэтому, конечно, наши люди к этому относятся с уважением, с определенным, даже, я бы сказал, трепетом и четко понимают и осознают, что это сегодня уборочная кампания, от ее эффективности, значит, от ее результатов зависит сегодня будущее без привлечения каждого из нас. Будет оно или нет? Или какое оно будет? Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте на протяжении всего дня в нашем сетевом издании sbet.by. Слушайте в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Михайлович Клишевич. Спасибо огромное, Сергей, за емкий разговор. Всем отличного дня, несмотря на погоду. Берегите себя, будьте осторожны. И, конечно же, до встречи завтра в буднях. Субтитры сделал DimaTorzok